Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ В эфирной студии Юлия Егорова, Роман Шахов И вы знаете, мы решили, что в пятницу, в эту пятницу, в первую весеннюю пятницу Мы не будем читать газеты Но все-таки настроение не то Не то вообще К тому же у нас сегодня праздник поэтический и праздник красоты Соло Монова У-ху-ху! В аплодисменты! Я за поэзию или за красоту? Юля, за красоту, я за поэзию Нет, ты наш абсолютный, совершенный микс красоты, ума, поэзии Мы очень сильно тебя ждали И наш слушатель, наши зрители тоже Ну, скажем так, наша аудитория знакома с твоим творчеством, что не может не радовать Вы слышите произведения Соло Моновой в конце каждого часа в эфире телерадиоканала Страна.ФМ А сегодня у нас есть возможность услышать их лично о тебя в прямом эфире И вообще поговорить о тебе вот прям вот в свое удовольствие Расскажи, как действует на поэта весна Еще не почувствовала Я вот все хочу почувствовать, но пока холодно Пока вспоминается поэт Орлуша, но его нельзя цитировать в эфире Конечно, она закроет, и что? Вы знаете это стихотворение, да? Мы знаем Потому что мне холодно Мы знаем, да И Александр Вулых сейчас тоже смотрит, слушает Страну ФМ Говорит, конечно, да, мы знаем, да Но вообще, вот как-то зависит вдохновение от времен года у тебя? Ну, безусловно, осенью пишутся лучшие стихи Страдальческие Да, ну, на самом деле, когда поэт страдает, он испытывает удовольствие Вообще писатель Помните, как в «Чайке», да? Ходил этот Ригорин, все, что видел, все записывал в книжечку Вот так же и мы, поэты Не было твиттера, понимаешь? Не было, не было Инстаграма Не было А мы сейчас как? Несчастная любовь Классно есть о чем написать Погода плохая Ногу сломал Да, боже мой Одни сплошные поводы Темы, темы, темы Поэтому поэты, они так позитивно живут И так плохо кончают Они не боятся никаких перипетий Ну, то есть, получается, что, например, когда все хорошо Приходится даже искусственным образом взращивать в себя Так что-то найти Кому-нибудь прикопаться Найти повод где-нибудь пострадать Или подруга позвонила, рассказала какую-нибудь историю И подруга И подруга Ну, вот насчет счастья Я была подписана на одну девушку, на стихи Она прекрасно писала А потом перестала И сменила статус Я слишком счастлива, чтобы писать стихи Ну, да, как говорят, что в поэты и в актрисы Не идут счастливые люди Это люди, у которых шкала эмоций велика Как певица, она должна иметь там несколько октав Так и поэт У него должно быть масса чувств От глубокой-глубокой депрессии Практически там суицидальной До эйфории И это должно очень быстро меняться Вот эти взлеты и падения, да? Регулярно чередоваются Скажи, пожалуйста, а в каком настроении это было Когда написала мое любимое Одно из любимейших Не буду так вот, как его выделять Как самое любимое Потому что у меня их несколько Стихотворения про поезд В ностальгическом Я даже помню, как я его написала Есть история какая-то? Нет, это было настроение Просто на самом деле у поэта Так много памяти о разных чувствах Что когда какое-то чувство вспоминается Ты помнишь прям Даже не важно, реальность это или нереальность Ты помнишь, как это чувство И тебе хочется это чувство выразить Ты придумываешь ситуацию Описываешь ее Это как кино, да? Мы видим, как артист держит кружечку У него немножко дрожит рука И мы понимаем, что он застрелится Режиссер включился Застрелится, да С каким... Роман, ты посмотри, с каким кайфом она это говорит Застрелится, застрелится Режиссер включился И актриса тоже Я не могу, дорогие друзья Не воспользоваться своим положением ведущей И не попросить себя почитать сейчас В эфире Страна ФМ Стихотворение про поезд Я помню дни, когда мне были не страшны Любые горести И жизнь казалась чередой сплошных прогулок в поезде Смеялось солнышко Сквозь грязное стекло Тянуло лучики Одних попутчиков Бессовестно влекло К другим попутчикам И превращался пассажир В такого нужного И с ним хотелось разговаривать про жизнь За поздним ужином Делить горячим подстаканником Звеня кулек с ирисками Но все попутчики сходили без меня Их ждали близкие А я молила, чтоб нажал на тормоза Кондуктор поезда Я бы любила вас Сто тысяч лет назад Сегодня Боязно Браво Спасибо Лучше, чем в эфире, нет? Спасибо тебе большое Знаешь, у меня сейчас возник вопрос Как сами поэты, вот ты, читая свои такие вещи Сдерживаешься и плачешь каждый раз? Ну это на самом деле самое удовольствие Когда ты вдруг вот вышел на эмоцию И чувствуешь, что вот сейчас слеза Вот она уже зародилась И в этот момент ты чувствуешь, что она зародилась Не только у тебя еще в зале Вот это самое удовольствие вот чтеца Есть, вы знаете, возможность, что сейчас у нас У Мити Фомина зародится слеза Потому что Митя ждет, когда же мы ему дадим возможность выступить Давайте, милые дамы, уступим место артисту После этого вернемся, оставайтесь в компании Страна ФМ Соло Монова у нас в гостях В этом часе дышит поэзия Соло Монова в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Друзья, мы, ну, во-первых, благодарны Марту, что он лично зашел перед твоим визитом И принес вот эти красивые цветы Потому что он знал, что будешь у нас в гостях ты И расскажи, пожалуйста, что за поэтические произведения Или это проза? Маловысокохудожественные Расскажи, пожалуйста Просто в прошлый раз я приходила и прям настоящие книги приносила А это такая погадайка Сейчас же весна, все мечтают о том, что все изменится в лучшую сторону И это погадайка Берешь книгу, задаешь ей вопрос, например, выйдет ли моя подруга замуж? А, можно любой вопрос Давай так объясним для тех, кто нас не смотрит, а слушает сейчас Это такие вот небольшого формата книжечки, жалобная книга Похожа на чековую Оторви и выбрось хэштег И самое главное, друзья, 18+, то есть так, я понимаю, там тема очень пикантная, да, затрагивает? Нет, не то, что даже пикантная, просто иногда лексика 18+, может быть Ага, для уже такой устоявшейся крепкой психики Давай, Юлечка Разные же бывают предсказания, они бывают и счастливые, и фатальные Давайте, давайте, кому погадаем? Вот она Давайте Юле погадаем Ну давайте, я всегда в этой суде подопытный кролик Юль, на любовь гадаем или на карьер? Конечно, на любовь Юль, оп Ой, как раз 18+, что будет с моей любовью этой весной? Юль, я немножко заменю слова Взрослая любовь Можешь писать под картинками, все у меня окей Чмокочки, мусечки, пусечки, споки-ноки Но если все фотки твои на вытянутой руке Незачем врать, какой ты не одинокий Вот так Слушай, ну можно, конечно, двояко, двояко, двояко Можно как угодно Да-да-да Главное, это трактовка Если вы думаете, что эти книги Соло принесла нам Она принесла их не нам И эти книги могут достаться Не только вам, не только нам Давайте вот об этом расскажем Что необходимо сделать зрителям, слушателям страны ФМ Чтобы получить Вопросы, наверное, задать какие-нибудь диетки Давайте по порядку Во-первых, подожди, ты спешишь сегодня немножечко, Роман Во-первых, Соло принесла нам вот эти жалобные книги Это же еще не все Соло нам принесла Вот такие вот пригласительные на свой концерт Который состоится буквально Послезавтра Послезавтра Вот Вот так мы плавненько подошли к концерту Давай расскажем о нем А потом мы расскажем, как вы сможете получить билеты Это мероприятие Это поэтический концерт в Театре Модерн Который начнется в 19.00 Где я буду читать стихи Будет аккомпанемент Будет интерактив Ну, в общем, то, что я как раз люблю Да, я буду читать стихи и лирику вашу любимую И сарказм Постараюсь прочитать самые популярные Чтобы все кричали А, я знаю Подсказывали из зала Вот И у меня с собой есть шесть пригласительных Да, друзья И мы вот что придумали с Солой перед эфиром Сейчас Соло Монова пишет новое стихотворение Посвященное теме, нашумевшей Биткоином И никак она не может справиться с рифмой Мне нужно много рифм Нужно много рифм, не хватает И мы сегодня предлагаем вам написать нам свой вариант Свою рифму на слово биткоин Для этого есть номер 8909-928-189-9 И взамен будем вам дарить билеты на концерт Соло Моновой У нас шесть билетов целых Три по два Мне кажется, что здесь надо не писать, не сочинять рифмы А майнить их Майнить, майнить рифму Конечно, майните рифмы и присылайте Да, я хотела спросить, у тебя уже была какая-то рифма Роскошная была Потом я подумала, что мы сдадим, наверное Да, да, да Мы посмотрим, догадается Я не додумалась Это роскошная рифма В общем, давайте, начинайте 8909-928-189-9 Присылайте свои рифмы Майните свои рифмы на слово биткоин Друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу После которой вернемся Будьте в компании пятничной страны ФМ Сегодня Соло Монова у нас в гостях Мы разговариваем о поэзии, о жизни И, кстати, напомним, что 4 марта в театре Модерн состоится выступление Солы, скорее всего, билеты еще есть, да? Можно? Да, еще немножечко по краям Да, и самое главное, что есть у нас в студии билеты Шесть билетов Трое из вас могут получить пригласительное Если отправить нам самую прикольную рифму на слово биткоин И помогут Солю Моновой совместно соло Напишут тебе новые стихотворения Я просто долго всегда стихи пишу Вот, кстати, как происходит этот таинственный процесс написания стихов у тебя? Мучительно у меня происходит Ну, лирика — это один жанр, а другой жанр — это такая гражданская лирика Вот лирика любовная, это чисто эмоционально Вот ты вспомнила какое-то чувство или испытала И ты быстро, легко написала И там, конечно, розы, слезы, грезы Все это перемешано И, по сути, нет никакого сюжета Но в последнее время я увлеклась Я пишу сюжетные стихи Остросюжетные Да, остросюжетные — это, как правило, гражданская лирика На реальной истории Да Причем богат на истории именно Санкт-Петербург У меня там есть квартирники Они немного отличаются от концертов Там есть блок вообще прям вот низовых жанров Потому что никто не снимает И это узкая группа людей с двумя высшими образованиями Они как бы понимают Как ты по дипломам провели Да, да, да У нас тут один из критериев Хорошо И после этого мы идем Всегда у нас еще автопати Мы идем в кафе, сидим, общаемся И вот на этих автопати я узнаю самые лучшие истории для своих стихов Ага, то есть там у тебя работа продолжается Продолжается Вот почему я сейчас пишу про этот биткоин Я эту историю из Питера привезла Все, я уже придумала Вот рифмы только не хватает А последняя такая моя удача была Это одна роскошная девушка Она разводилась И она мне рассказала о том, как любовницы манипулируют, значит, мужчинами Для того, чтобы увезти их из семьи И это были такие детали, такие подробности И я написала стихотворение «Творожок» Но я его писала месяц Потому что у меня не было рифмы к слову «кокаин» Сейчас все закончено, да, уже? Да, да Скажи, пожалуйста, сотрудники госнаркоконтроля заходят и ставят лайк этому стихотворению в Инстаграме? Я думаю, да Вы знаете, однажды у меня была проблема на таможне И я сидела, плакала Скажи нам эту историю Ой, это история про Иннокентию У меня есть еще целая серия рассказов и стихов про Иннокентию Он всегда злодей Вот этот Иннокентий Есть, кстати, Иннокентий не палился, не палился, не палился Хоть уже вторые сутки был немного неолёт Такой Иннокентий тоже есть А тут я везла с собой наличкой слегка больше, чем можно было провозить без декларации Ах ты, соломишка! Таки перешагнула зелёный коридор Ну, меня просто взяли, все сумочки открыли, всё пересчитали и сказали Ай-яй-яй, мы вас будем оформлять Вот они меня сидят, оформляют, я крокодилями слезами плачу И конспектирую, он говорит, что вы пишете, вы на меня будете подавать? Я говорю, нет, я писатель Я пишу, я пытаюсь зафиксировать эти чувства Крокодили слезами, он говорит, а что, я говорю, не знаю, но вас будут звать Иннокентий Я написала этот рассказ, он назывался, он про любовь зла, сказка о добре Это стихотворение? Нет, это рассказ о том, как девушка полюбила честного таможенника Иннокентия Продала квартиру в центре Москвы за миллион долларов Положила, значит, деньги в сумку и шагнула через зелёный коридор Чтобы он её оштрафовал, его повесили на доску почёта Значит, он стал звездой таможни, а он ей написал через фейсбук Она ему написала, это я, мол, так и так специально, по любви А он говорит, извините, во-первых, я не могу с вами вступать в переписку Потому что вы нарушили закон Во-вторых, я вас не люблю, идите к чёрту Но всё закончилось хорошо, потому что её папа был адвокатом Он подал апелляцию И главное, что любовь зла, а квартира в Москве добро А добро нужно беречь Золотые слова Он мне сразу написал, я только опубликовала У меня там масса комментариев И он мне пишет в личку Неплохой получился рассказ про Иннокентия Так что, думаю, наркоконтроль тоже после дворожка меня взял На карандаш Присылайте 8-909-928-189-9 Ватсап, вайбер, смс, свою рифму, к слову, биткоин Мы скоро вернёмся У нас в гостях сегодня поэт Сола Монова Мы даём вам возможность оказаться на её концерте Который случится 4 марта в Москве Всех приглашаем, билеты ещё есть В театре Модерн В театре Модерн, да И, конечно, вы присылаете, за что вам громаднейшее спасибо Свои варианты рифмы на слово биткоин Да, за самые удачные рифмы мы подарим вам билеты За менее удачные рифмы мы вот сегодня расщедрились вместе с Солой Будем дарить вам жалобную книгу С помощью которой можно погадать вообще на всё, что угодно И всё сбывается И всё сбывается, да Да, да У меня есть такая... Я не знаю, что это А расскажи, что нужно сделать, чтобы сбывались с мечты? Нужно правильно мечтать Это как? Нужно мечтать в нужном направлении Ну вот ты сидела когда-то во Владивостоке и о чём мечтала? Мечтала, я работала на телевидении, мечтала выспаться, как все нормальные люди Ну а будучи школьницей? А когда выспалась, я поняла, что в принципе я выспалась, можно ещё куда-нибудь поехать Ещё что-то намечтать В школе маленькая девочка, о чём ты мечтала? Я мечтала стать археологом Археологом? Да А стихи писала в детстве? Да, конечно, писала стихи, но я как-то считала, что это само по себе Ты пишу, да, я пишу Писать стихи А вот с археологией у меня были здесь связаны надежды Мне капали глаза атропином во время каникул И тогда-то и происходили основные мои раскопки Представляете, что я видела? То есть мы шли куда-то во двор Я всем рассказывала, сколько золота, бриллиантов и драгоценных каких-то вещей мы найдём Если будем копать грядку Все копали, приносили мне что-то И говорили, Юля, это что? Я говорила, это 18 век Это 15 век Я это всё собирала, а потом действие атропина кончалось Ну и знаете, да, что такое атропина? Это когда у тебя расширяется зрачок, и ты в принципе ничего не видишь вблизи То есть ты видишь всё очень размыто, и это сказка Телезорный мир невероятный Друзья, трюк выполнен профессионалами, не повторяйте Ну да, но зато у меня сохранилось идеальное зрение То есть у меня на всех каникулах расслабляется глазная мышца То есть которая напрягается во время учебного процесса, когда ты читаешь, учишься Ну и зато сейчас тебе твоё идеальное зрение помогает писать твоё идеальное стихотворение Мы моё любимое послушали Мне кажется, что Роман Анатольевич тоже заслужил услышать от Соломоновой своё стихотворение У тебя какое? Ну мне вот про сына Про сына? Соло можем? Хорошо Называется это стихотворение, кстати, Копирайт Я могу целовать тебя сколько хочу Ты смеёшься, а я целую При святой Богородице ставлю свечу Тянут певчий аллилуйя А начнут крестить, попрошу её Пусть погонщик придержит вожжи Чтоб весенний Рим и ночной Нью-Йорк ты увидел, но только позже Время тройка, погонщик о двух крылах, а вокруг него бездорожье На беду Богородица родила и на счастье На счастье тоже Мальчик должен шагнуть из родных дверей, обтесаться и опериться Потому бережёт она матерей от излишнего материнства Отпустит это подвиг и страшный стыд Отпускают грехи и птичек, идеалы возвышенные и чисты Но никто не сумел достичь их Почву, чтобы оставить след, безрассудно не выбирай ты На трудах о божественном ремесле нет конкретного копирайта И любовь постигаем мы по чуть-чуть Где-то добрую, где-то злую Я могу целовать тебя сколько хочу Ты смеёшься, а я целую Ура! Спасибо! Спасибо! Ох, вспоминаешь ребёночка своего Скажи, пожалуйста, в таком невероятном концертном графике, гастрольном графике Удаётся выкрадывать время на своих деточек? Ну да, сегодня, вчера мы с ним гуляли Я приехала, откуда мы? Из Кишинёва приехали У меня двое Да, у меня дочка, она такая Она главная Кто старше, кто младше у вас? Дочка старше Папа уехал, дочка за старшего У неё сегодня соревнования по плаванию А у Вани сегодня концерт Сколько им скажешь? Десять и четыре Десять и четыре А Ваня, он артист Я один раз выложила, как он танцует И все написали Юля, всё, танцорчество, ритма Но папа против Папа говорит А что это такое? Мужик танцует Нет У папы уже дома есть одна поэтесса У папы, наверное, уже достаточно А ты помнишь, когда ты впервые в жизни осмелилась начать читать свои стихи? Потому что я знаю, что обычно для поэта это очень волнительный момент Я текст забыла, я помню Да ладно? Да, это было, наверное, в классе во втором И был какой-то концерт И мне бы ручили читать стихи свои И я так волновалась, что я забыла текст Хотя я их вызубрила И иногда тоже такое бывает Когда сильно волнуешься Поэтому Служение мусора не терпит суеты Ты должен быть всегда немножечко Как бы расслабленным И тогда оно само читается Что делаешь ты для того, чтобы быть расслабленной? Вообще, какие у тебя еще есть увлечения, хобби И твои любимые делишки, помимо написания стихов? Ну, это не хобби, наверное, это просто массаж Бег Бегаешь? Да, я бегаю Где тебя можно утром встретить? Да где угодно Вот где я проснулась Там и побежала, да? Там и побежала Треники надела Или марафонец Да, да, да Я не марафонец Нет, я вот Я вообще не умею достигать цели Вот вы говорили про цели Для меня главное это процесс То есть я надела кроссовочки Вышла и побежала Бегу, бегу, бегу Смотрю полчаса, бегу Возвращаюсь И бегу обратно Час побегала Есть время Еще один кружок сделала И именно когда кровь начинает циркулировать Вот приходит Такое ощущение, что ты вот где-то вот сел И кальян куришь Вот примерно такое ощущение от бега Друзья, все в ЗОЖ Не ходим в кальян И зачем ходить платить деньги Если можно просто надеть кроссовки и побегать Ну, надо сказать, что Роман любуется твоей фигурой Ежегенно В эфире телерадиоканала «Странная ФМ» Да, в этом смысле ты Не знаю, даже просто Идеально Это бег и голод И голод А настоящий поэт должен быть голодным? Да, обязательно Да? Обязательно Вот об этом давай попробуем Все художники должны быть голодными Но не обязательно даже физически голодными То есть всегда должен быть какой-то эмоциональный голод На этом эмоциональном голоде хорошо пишется Я хотел тебя спросить про прозу Сейчас такое время Ну, в принципе, никогда не было у нас в искусстве Много хороших сценариев Например, для кино Ну, я не сценарист точно Даже Может быть, ты напишешь какое-то произведение Которое могло бы стать сценарием Они ображаются к тебе Это вы специально? Потому что видели мою книжку, да? Нет, вот вообще нет Я написала Вот у меня есть такая книжка Называется «У одуванчика белая кровь» Это чтение на два часа Ну, два с половиной, может быть Когда я еще училась в Авгике Я написала киносценарий Вот, кстати Да, он так и назывался Потом я его перечитала И поняла, что я как сценарист А там же, знаешь, натура, день, крупный план Ну, это уже какие-то профессиональные Ну, да, так пишется сценарий Причем там в зависимости от пунктуации Столбик Думаю, почему бы мне не переписать его в прозу? А потом придет хороший сценарист В один прекрасный момент Возьмет мою книжку И напишет такие по ним Хороший киносценарий Так и где же этот сценарист? И почему до сих пор не вышло кино? Ну, пока нет, наверное Вот мы сейчас можем заявить Вот смотрите, между прочим Виктория Токарева написала «Джентльменов удачи», да? Это же была книга Которая потом стала сценарием Вот и ты пиши книги Вот я написала А Соломонова написала О, одуванчика белая кровь Я, кстати, уже вот начала сейчас Пока Я могу рассказать коротко Это книга, в которой есть Гениальная роль бабушки То есть вот для хорошей актрисы Которая уже отыграла всех героиней Ей хочется чего-то большего Характерного, да Гениальная роль бабушки Которая работает в зоне Завмедчастью Это по моей бабушке написано То есть я Моя бабушка Ого Ну, она сейчас еще До живого бодра До сих пор гугла Супер И здесь есть две девочки То есть это две роли На вот дебютные На такой прям фреш-фреш И там есть мужская роль Зека И масса разных еще характеров Не сомневаюсь, что гильдия режиссеров Российской Федерации Смотрит, слушает Страной ФМ Поэтому обращайтесь Ну, это еще малобюджетное кино Потому что это Ну, зона, что там Подожди, ты знаешь, о кино все у меня, мне кажется Почему бы самой не снять? Я не знаю Я сейчас Я думаю, что, наверное, если вот пишется, нужно писать Потому что Увидеть, как это вдруг Вот Оживает, да Да, оживает Материализуется Да, да Друзья, не забывайте материализовать свои варианты рифмы К слову Биткоин До конца часа Кто-то из вас получит билеты и книги Солы Моновой Четвертого У Солы будет концерт Кстати, в Модерне В Москве Ну, и потом Шестое марта Ростов-на-Дону Восьмое марта Краснодар Четырнадцатая марта Тольятти Шестнадцатая Самара Двадцатая Кемерово Двадцать второе Красноярск Двадцать шестое Ставрополь Потом уже апрель Десятая Нижний Новгород Десятая мая Минск В общем, много всего О, боже У Солы сейчас так округлились Глаза просто Это все я сделала Знают ли дети, что мама будет очень много времени проходить? Нет, мама еще Дети еще не знают Не оповестила Главное, успевать делать массаж между этими выступлениями Я делаю после концерта обычно Пока мы займемся массажем Смотрите, слушайте Странной ФМ Скоро вернемся Друзья, четвертого марта В Театре Модерн Соло Монова выступает Вы послушаете стихи У вас песни, да? Ну, немножечко Немножечко песни Хорошие песни Они все такие Не эфирные, наверное Хорошо Нет, ну не эфирные Но такие около Около Например, замуж за Его Хорошо Приходите Будет интересно Будет креативно Будет, как всегда Позитивно Будет позитивно И мало-высокохудожественно Хорошо Да, вы знаете, почему притихло? Я читаю огромное количество Стихотворений Четверостишей И рифм Которые нам прислали К слову биткоин Как мы и просили Давайте подводить итоги Ну вот давайте Вот буквально Только что свеже Так, соло Судим Вот пришло стихотворение Бетховен Бетховен для меня кумир Его симфония прекрасна Готова крикнуть на весь мир Он гений С этим все согласны Страна ФМ Прочти в эфир На Соло Монову Пойду я А где слово биткоин-то здесь? Ну бетховен Это понимаете Человек Он уже подготовился Это хорошая рифма Хорошая рифма Да, даем Даем Дарим Жалобную книгу Нет, а в Москве Человек узнаете? Так, сейчас узнаем Это прям важно Вот, то есть Если в Москве Даем билет Окей Еще вот такое Пришло нам сообщение Мне кажется Ты оценишь Биткоин Двадцать девять Морковин Это просто гениально То же Если человек в Москве Московский номер Видим, что Московский номер Вручаем вам Последние четыре цифры Номера Девяносто шесть Шестьдесят девять Два билета уходят Поздравляем Да, я перехожу К следующей рифме И вот он Просто изобилует Рифмами Прям читайте, читайте, читайте Так, так, так Биткоин Недостоин Неспокоен Удостоин Тонкослоен Перебоин Тонкослоен Интересно было Присвоен Биткоин Виновен Биткоин Суровен Это уже такой суровый бит Это все один человек? Это все один человек Да, конечно Это просто Дорогая Нет вашего имени К сожалению Двадцать шесть Тридцать пять Последние четыре цифры Номера Уходят еще вам Два билета И еще у нас есть возможность Да, подарить У нас еще И жалобные книги остались Смотрите-ка Не шелестит в руке Биткоин Рубля Он точно не достоин Не шелестит Это глубокое стихотворение Книжечка Книжечка пошелестит За такой рифм Да, обязательно пошелестит Значит, так, так, так Последние четыре Цифры номера Семьдесят пять Семьдесят четыре Друзья Вот нам ответила Предыдущая наша слушательница В Москве Все Билеты Да, шестьдесят пять Четырнадцать Увидимся на концерте Ваш телефон оканчивается На эти цифры Вам достаются билеты И вот еще нам пришла Биткоин Вечно неспокоен Так, ну это у нас уже было Биткоин Расстроен Биткоин Ты жизни не достоин Биткоин Ты криминалом Построен Вау Если не дадим Мне кажется У нас будут проблемы Что дадим? Ну, давайте решайте Ну, книгу дадим, да? Давайте У нас еще одни билеты остались У нас еще остались Одни билеты Одни билеты Нужно Да, я вот еще Вот это не читала Биткоин Спонсор Подоин Так вот Специфичная Да, она такая вот Есть еще Просто очень хорошее сообщение Для вас Для тебя, Соло Биткоин отлично Рифмуется с любовью Соло Монова Самая крутая поэтесса Ее стихи для меня Это седьмая стихия Очень люблю В эфире страны ФМ Слушать Монову Вот Давайте дадим Просто потому что Вообще Любовь совсем Рифмуется Потому что Все рифмы Настоящие На слово Любовь Их обычно Ругают Да, то есть Это кровь, морковь Поэтому Вот любовь Можно с чем угодно Рифмовать Даже с биткоином Даже с биткоином Кто скажет Что это плохая рифма Любовь Это всегда хорошее Вот она Самая знаменитая Поэтесса Нашей страны Готова рифмовать Слово Любовь С любым словом И вручать билеты На свой концерт Поэтому 52 39 Последние 4 цифры Вашего номера Вам достаются 2 билета От Соломонова У нас еще и любовь Давайте кому-нибудь Просто дайте Давайте Давайте Просто Тогда у нас еще Вот смотрите Начинающим сценаристом Как тебе, Солом? Биткоин Для оплаты А, нет Нельзя Такое в эфире читать Сергей Барзыкин Вот пишет нам Биткоин Для энергосбережения Неудобен Рифма такая, да? С натяжечкой У нас уже было Достоин Удостоин 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 Достоин Приспокоен Расстроен Удостоин Биткоин Да Не, воин хорошая, кстати Давайте кому-нибудь За воина дадим Вот смотрите Есть какое У нас четверостише Мне кажется Заслуживает оно Книги от Соломонова Не успел купить биткоин И теперь расстроен Где купить биткоин По цене лайткоин Вовремя купил биткоин Можно так сказать Теперь трудоустроенный Ну да, ну хорошо Позитивненько главное Позитивненько Да, позитивненько Даем 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 Адуванчиков Последние 4 цифры Номера 1063 Все Я думаю, что с подарками Мы разобрались Билеты мы на концерт Который 4 марта Состоится в Театре Модерна Раздарили Жалобные книги Раздали И рассказы Тоже подарили Мы молодцы Мы желаем тебе вдохновения Спасибо Мы желаем тебе любви Мы желаем тебе Чтобы даже вот без этого средства Которое в детстве Ты принимала Твои глаза Блестели Чтобы ты видела мир Только вот в такой вот Только в блуре В легком блуре И необходимый уровень голода Вот Для поэта Спасибо Только такого голода Вот только настроенческого Соло Монова В гостях у страны ФМ Большое спасибо И смотрите, слушайте нас Потому что Соло здесь читает Свои замечательные Гениальные произведения До новых встреч Пока Пока-пока Мы скоро вернемся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok